здравствуйте глубоко уважаемые любители ледных видов спорта мы с вами на аэродроме кавановского аэроклуба и что мы здесь наблюдаем замечательный планер он ехал и доехал всем привет это замечательный бедность который сразу спас мне жизнь друзья в прямом смысле этого слова мы сейчас покажем вам настоящую боевую трещину каждый планер должен быть осмотрен специалистом и бедность специалист выше квалификации он конечно ремонтирует планера в свободное от основной работы время основная работа его большие самолеты ремонтировать и он очень умный и очень аккуратный потому что посмотрите вот он с первого же взгляда на третьей секунде нашел здесь трещину но эта трещина как сказать это на этих планерах можно надеяться на это потому что когда собирают люди планера когда этот палец еще не внутри центральный который соединяет крыло ну люди дар дергают крыло и этот узели ну вот первое что нужно смотреть да ну да 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 но это не трудно починить и потому что сам узел целых только это трещина вот вот на этой пластине так что мы сейчас к сварку тик ищем и прям заварим и полетим еще когда вот собирает планера я всегда клею вот так вот такую ленту потому что где идет лонжерон сразу вот царапается да 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 вот ну так как мы планер про не планируем перетягивать полностью вот это все пескоструить смотреть снимать старую краску красить заново все просматривать везде проваривать если где-то что-то есть то есть восстанавливать его полностью то почему то проблема сейчас никакой отлетать соревнования и дальше на осень его на реставрацию отправлять все с ним хорошо просто вот такая пряки не ешь выезда товарный вид не очень а так этот перкель еще хороший но только краска то это получается родная еще да вот это но не родная но старая еще технология когда это натуральная натуральный ткань у нас быть лучше да у нас будет синтетика поставить ей приборное оборудование если я сейчас подключу аккумулятор может даже заработает вариометр древний но в принципе зачем нам вариометр если есть механический поехал контент огонь друзья смотрите какая волшебная гайдер-дер-дер-ух машина даже не знаю что это как это называется выглядит феерично включается сварочный аппарат откручивается аргончик какую-то нам обещал картинку прислать а про сварщика и это этот рыцарь а как они воюют сварщик идет и рыцарь с этими всями броней пока бенос варит я буду рассказывать про него и истории всякие он оказывается он работает на самом деле очень с очень большими самолетами варит большие самолеты клёпают клёпают большие самолеты и парни выходит такая история что если хочешь не хорошо хорошо если хотят например самолет отремонтировать быстро ну типа надо быстренько чпунь и полетели то беноса прячут где-нибудь в ангаре и не показывают ему самолет потому что обязательно на нем найдет что нибудь что починить как она шикарно варит шипит прям до красиво до полуавтоматом так не проваришь если чисто так стигом очень приятно работать можно мне кажется в комнате работать да 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 в ангаре для масла топлива друзья так это красиво выглядит что даже не могу рассказывать ничего про беноса волнуюсь я так вот история про беноса если самолет нужно наоборот задержать в ремонте ну точнее найти работки побольше когда выпускает беноса и он находит вот таких трещин но не таких понятно начали самолете столько всего находит что хватает и на ремонт и на развлечение потому что очень аккуратный и можно сказать дотошный специалист за что и вовсе мы не любим все новички сейчас теперь на на Друзья, оказывается, мы сейчас занимаемся очень страшной вещью, потому что Венес рассказывает, как на его глазах сгорел самолет. Тоже так, ну, из глушителя вышел. Я сверху вниз. Я тогда свет включить, да? Ну, попробуем, если пол... Сейчас, 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 секунду. И все дела. Да, я готов грудью кидаться на огонь, если что. Ну, вот это красиво пошло. Слушай, ну, вообще шикарно. Да, вот должно так быть. Венес, ну, отлично, супер. Полгарка нужна будет почистить? Нет, 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 так и ставим. Помимо того, что Венес сварщик, как оказалось, великолепный, он еще и инспектор, который проверяет такие планера. Поэтому сам заварил, сам мой летную годность будет гарантировать. Видите, как удобно. Все в одном. Да, ну, ТИК, конечно, в этом отношении великолепная сварка, потому что сейчас варить, например, полуавтоматом было бы намного сложнее. От него куча брызг идет. Я-то все полуавтоматом варю. Ну, и такую штуку я бы, конечно, полуавтоматом, может быть, и заварил бы. Но насрал бы. Брызги повредили бы обшивку, и было бы это совершенно ненормально. А вот ТИК, да, я теперь прям хочу такую штуку. Не записалось, как я этой замечательной болгаркой пилил вот этот замечательный шов? Нет? Нет. Пенес. Ну, не та кнопка была. Ну, друзья, вот я вам даже покажу место, которое я пилил. Знаете, как сейчас болгарки идут искры. Сейчас Бенес наклеивает какой-то совершенно фантастический материал. Вот этот материал я смог порвать только зубами. Он сказал, что я его никогда не порву, я порвал. Но зубами. Руками он не рвется. Зубы у меня, как у волка. И это материал... Бенес, скажи, откуда он? Сарай космической промышленности? Да. Рулись в планере. Смотрите, какой потрясающий микрофон. Из светлого прошлого. Ребята, у меня... Это, мне кажется, вот огонь. Ух ты. А? Т-64, это что значит? Шучу, шучу. Друзья, планер на стапелях. Бенес уже все смазал. Видите, какой-то красный специальный. Ну-ка. Бенес, это тоже из большой авиации? Тяпалос. Такой спиздал, такой покрасил. Тоже из большой авиации? Все пишется. У нас дети, у нас маленькие дети смотрят канал. Вместо спокойной ночи, Волоши. КОНЕК. Ааааа. Турименение. Уже, житову, не плавьет. Шучу, а не скридись. Я не одну карту, а я не скридову. Шучу, шучу. Так, man dabар набай дайдет. А? Шучу, шучу. Шучу, шучу. Я гуляю в Висожема. Все вкусно, Бен? Не ленгос. Самое главное, друзья, перед сборкой все вымазать и вычистить. После поездки не перепутать. Сначала вымазать. Бен, я покажу. ВД-40? Гальмар ВД-40. Что не крутится, смазать. Нет, не смазать, а почистить старое масло. Здесь все входит в друг дружку. Здесь важно вычистить любую пыль, потому что она может помешать одному войти, а другому выйти. Нет ли еще одной трещины? Штюнкорь и который вступит в эту пыль. Город, прикрытый. О, вновь, пошли. Небега степляй. Взрыв. 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 то что мы варили уже вошло вот он нет не вошло войдет вот она входит вот здесь в крыло и соответственно его держит то есть вот на этой штучке висит фюзеляж да потому что на этой штучке нужно не висит то есть вот точки на которых висит фюзеляж 1 . и 2 . а крыло само собой стыкуется то есть по сути это подвес фюзеляжа то на что он вешу я если бы венос не был столь внимателен то мог бы завтра я и попрыгать с парашютом фу какой грязный я же его видел только ночью только смысле днем не 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 отлично отличный я когда его увидел я в него сразу влюбился чё трудно поверить в огонь аппарат 32 суши но 32 эта машина старая но смысле старая кстати на 3 сторон налет больше чем на этом на 32 ми у меня сейчас налет за пять лет больше чем на этот налетал за всю жизнь так что древний ну ты ты подари так отведом площадь или ягут рукстой к этапу силикс друзья почему так много пластинок усталостные трещины которые способны развиваться в металле но не способны развиваться в дереве они соответственно будут на одной пластинке а на другую не пойдут и хоть что-то будет держать мою жизнь который спас бенос к видите вот эти вот детали будут входить в эти вот детали в эту вот проушины называется одни проушины другие проушины и это принципе классическое крепление на летательных аппаратах а вот то что мы сейчас используем на планирах современных это немножко уже новое веяние а вот эти вот который специальный роман когда что ли со мной то есть а вот это а украшу а украшу да 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 а украшу поп гарри а а а она а а Палбище. Трупачку пожудинком. Пожудином, пожудом. Укштин, жемин. Оп. Ге-гей. Капитана оптимизма. Пасеки, ка норс. Эй-гей-гей. Эй-гей. Позьерит, какой паспанят науис клейнидувас. Сенас науис. Не, 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 не. Скоро, а, китая не идейся. Почури, а здесь есть какой паспорт. Ну так, это симметрично. Не, а, есть паспорт. Почури. Друзья, если не известно, как вставить, лучше вставить дв раз. Два раза это дв раз. Симметричная деталь, это мудра, в авиации делает симметричную деталь. Чтобы не думать, как вставить. Но как вставить конструкцию, все так действует. Интуитивно. Китае не действует. Угу. Груди, а не будет говорить, что, что конструкция немецкая сделана так, что не ошибешься. По другому сделать невозможно. Ну, это же где-то побочевка. Ага. 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 Монатрода, как не слабый головой от этой кайптуре будет и как будто весь из поток. Так. Чтобы было всем удобно. Конструктор, он не только конструктор. А ты знаешь, какая история вот этого конструктора? Нет, не знаю. Это у немцев есть такие как... Профтехнические... Училища. Училища. Ну, у нас... Они, ну, очень низкого уровня. Типа техник, да. Да. А у них есть специально авиационные. Называются Акафлеги. Мюнифский... А, университет? Да, университет. Угу. И там они делали... Так даже сейчас делают? Да, 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 да. И там был такой Эгон Шайбе. Он конструктор таких летательных аппаратов. И вот мы теперь на соревнованиях. Они были в Литве перед войной. И в то время литовцы уже имели новейшую модель планера Мю-13. Ммм. Да. А я видел Мю-31 на выставке сейчас. Да, да. Так, Мю-13 в то время был, ну, самый-самый. А после войны он тоже делал планера. Но эту, как сказать, концепцию он оставил. И потом был Шпац, там А, Б, Эл Шпац, как у меня. И вот этот. Ну. И... Ну, да. Классота. Классота. Вот. Что значит грамотный подход. И главное, что этот планер еще есть. На кучу всего, что кое-где было построено. Перед войной там были три страны. Ничего нет. Эстонцы из Латвии приехали планеристы. И победили литовцы с этим Мю-13. В прошлом году я победил. На Мю-13? На Шпац. На Шпац. А Мю-13 был? Нет. Мю-13 теперь очень редкий планер. Он только один остался в мире. Не один, а, кажется, пару экземпляров. И все. Которые могут летать. Да. Надо вытянуть вот эту штуку. Я помню. И она чпок и наденется. Мне нравится, когда просто так чпок. Мне тоже нравится, когда чпок. Я думаю, всем нравится чпок. Оп. Вообще красота. Вот. Вот. Да. Я уже люблю этот планер. Да? Отлично. Я рад. Беннадзе, какая тут кабина? Как тебе будет в ней удобно? Ну, я попробую. Ты представляешь? Кстати, зрители пока не знают. Но я покупаю такой же планер. Я поеду за прицепом. Но немец, друг мой, он сказал, что ты будешь ехать с пустым прицепом. Я говорю, давай тебе планер туда помещу. И вот. Ты такой же? Да, да, да. Это правда. Будем с тобой близнецами теперь. Да, это правда. Нет, я правда не рассчитывал на это. Я думал... Просто прицеп для... Да, да, да. Купить прицеп для моего Grunov Baby. Потому что с открытым там, ну, всегда большой геморрой ехать. Надо сворачивать в этот целлофан. Ну, много делов, занимает времени. Ну, класс. Теперь у нас тусовка разрастает. Джалюкас же тоже захотел стать ретро-планиристом. Так что? Да, мы пойдем посмотреть на его планер. Может, попилим крыло, чтобы качество было... Меньше? Меньше. А, у него самое длинное крыло будет, да? Нет, нет. Такое же. Такое же 15? Они вообще-то конкуренты. Там шляхер, здесь шайба. В шайбе. Да. У меня шляхер в другом есть. 32-й. Надо же на разных производителях полетать. Оп. Так, как-то нужно на триммер попасть, да? О, ага. Попал. Ну, давай чпок. Чпок. Не причемил лапу? Черт. Ну, как удобно. Классно. Знаешь, как триммер классно. Ну, да. Вообще... Давай поставим эту ленту. Давай. Чтобы... Не выскочило? Ну, да, на всякий пожарный. Чпок. Так у меня изолента есть обычная белая. Ну, давай. Я сейчас принесу. Ну, я ее даю. Я могу отколупать. Смотри, а это стеклопластик какой-то, да? Это какой-то ремонт. А, ремонт. Ты хочешь сказать, что там должно быть чистое дерево? Да, да, да. Ну, не переживай, мы сделаем как надо. Понял. У моего Агрунов Биби тоже было там много дыр. Там все было наделано с этим стекловолотном. Ну, проще вырезать кусок фанеры и вклеить новый, да? Да, да, да. Ну, вот правильно. Супер. Тогда можно закрывать крышку. Будет очень стыдно, когда не полез. Когда не влезешь? Геннад, ну ты не такой большой. Ты большой, конечно, но не такой. Ну-ка, друзья, помните, как я в предыдущей серии залез в этот планер? Ну, я не знаю, как Вена в Зиогас помещается. Но это сарай. А, сарай. Ну как? Не знаю. Ой, ну. Ну, я без парашюта, но удобно. Ну, меня удивило, что он такой большой. То есть у него реально много места. То есть кажется, что вроде как... Давай фонарь. Фонарь давай. После шпата это как формула. Много места? Много. Ааа. Ну, если я двухметровый парень, так сижу. Вальяжно. Вальяжно. Нифига себе. Вот это да. Все. Влюбился. Друзья, посмотрите, что нашел Венес. Да, вот такая маленькая ручка. Она вот открывает такую маленькую форточку. Это охлаждение. Яиц. Да. Потому что в этом случае, когда отца сводит воздух, начинает больше задувать сюда. Получается вот так замечательно. Полон сюрпризов планер. Ну да. Лечу. Оп. Все хорошо. Влетел. Ничего не так плохо. О, у меня скорость не работает, друзья. Вот жопа. У меня 200 км в час скорость. Опа-па-па-па-па-па. Даже не знаю, как мы будем летать. Прикольно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно, будем по шуму ветра. Открываю форточку. 94 скорость относительно земли. Мы летим против ветра. Соответственно, моя скорость должна быть где-то 110-115. Вот этот чертов прибор показывает 200. Опа-па-па-па-па. Да, скорость, конечно, цена на дрова. Ну и пес с ней. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Друзья, ну что, можно считать, что это все и хорошо. Я сразу же встал в поток. Вот как это красиво. Я не знаю, с какой скорость я лечу сейчас. По GPS это 95 км в час. Ну, по ощущениям я больше сейчас летаю. Сейчас попробую его на что, этот планер. Ну, как бы и все, и пес с ним. Будем летать без скорости.